Это новости на канале ФКТ, в студии Ольга Десятого. Здравствуйте! Смотрите сегодня. Жара в Сочи не спадет до конца недели. Противопожарные меры обсудили на планерном совещании главы города. До октября на курорте построят 86 площадок для воркаута. На реализацию проекта выделено 20 миллионов рублей. 26-я школа стала победителем всероссийского конкурса «Самбо в школу». Заслуженный приз – новый зал для борьбы. Главная интрига – россиянин против бразильца. В Сочи проходит международный турнир по профессиональному боевому самбо. Общаться с губернатором круглый год. Идею о создании такой площадки для диалога молодых людей с властью предложили участники региона 93. Лагерь в Северском районе посетил Вениамин Кондратьев. Сейчас там проходит смена «От мысли к действию». На нее собрались начинающие политики со всего края. Продолжит тему наши краснодарские коллеги. Никаких телевизоров, сотовой связи и доступа в интернет. Только лес, горная река. А чтобы сварить обед сначала нужно наколоть дрова. Вот они, бытовые условия молодежного лагеря. Задача усложняется тем, что приготовить на костре нужно блюдо разных народов мира. Каждый отряд на время смены превратился в делегацию страны-участницы Всемирного фестиваля молодежи. Биваки Франции, например, рядом с Эйфелевой башней, изысканная выпечка. Девушки из России под присмотром медведи с балалайкой орудуют ножами, готовят борщ. Кухня родной страны на форуме больше всего пользуется спросом. Фирменный рецепт – это гренки с салом. Сало с чесноком перетирается, жарится хлебушек и тонким слоем намазывается. Очень-очень все понравились. К этому молодежному слету участники «Четвертого потока» готовились чуть ли не с прошлого года. Изучали культуру, традиции страны, которую предстояло показать на площадке региона. Половина активистов уже подали заявки на международный фестиваль молодежи в качестве волонтеров. К этой смене ребятам из Лобинского и Новопокровского районов даже пришлось овладеть искусством оригами. Их отряд на неделю стал Японией. Свой палаточный городок они украсили белыми журавликами, бумажными символами счастья и долголетия. Время понадобилось и на освоение языка страны восходящего солнца. Вообще существует такая традиция о том, что каждый уважающий себя человек, когда он приезжает в Японию, не уезжав оттуда, он должен выищать фразу, которая состоит хотя бы из двух слов. То есть, например, мы знаем приветственное слово, это кончуа, и, соответственно, спасибо, например, можно выучить. Это арикато. Япония сегодня потребовала с помощью чуть ли не всех 22 государств. Для ферменного супа некоторые продукты, как и в большой политике, приходилось просить у соседей. Подсолнечное масло, например, срочно доставляли из Шотландии. Все дело в том, что в палатку к отряду обещал заглянуть губернатор. Миньямин Кондратьев слово сдержал. Главе региона предложили традиционные японские блюда. Мисо-суп, удон с овощами и сладкие рисовые шарики. Миньямин Иванович, перед прямой пищей прошу вас последовать теми японской традиции, сожжить руки. Ребята, у нас как бы это, это ж японская традиция. Мы должны с уважением относиться к японским традициям, но чтить свои. Вот в чем вопрос. Поэтому я вам желаю, на самом деле, всегда оставаться россиянами. Слушай, вы за тебя и первое, и второе вместе, нет? Это мисо-суп. Нет, это мисо-суп. Разговоры о любимых блюдах и кулинарных пристрастиях уже позже продолжились в Колизее, на самом главном месте в лагере, где каждый вечер собираются участники смены. Губернатор рассказал, что по долгу службы ему часто приходится бывать в командировках и пробовать разные блюда. Но самые вкусные, по мнению меня, именно Кондратьева, все-таки кубанские. У нас на регионе, так сказать, организована книга кубанских хозяюшки, и у нас там собраны рецепты кубанских блюд. Скажите, пожалуйста, а вот какое блюдо любимое ваше, кубанское? Вообще у меня как бы много различных любимых блюд. Ну, я думаю, что, наверное, вареники все любят, да? То есть, я думаю, только потому, что вареники родом из нашего детства, и они самые, отчасти где-то быстрые, что готовились наши бабушки. И это даже и праздничное такое вот было блюдо. На смену от мыслей к действию на Крымскую поляну съехались около 400 активистов, студентов, депутатов, председателей молодежных советов. Каждый из них только делает свои первые шаги на большой дороге. И как уже у состоявшегося политика, у Вениамина Кондратьева они просили и советов. Назовите для вас три самых главных качества лидера. Ну, первое, лидер должен, друзья, всегда оставаться самим собой. Потому что лидер, это же не только форма, это содержание. И вот если я буду изображать губернатора, а не быть губернатором в своей повседневной жизни, и на самом деле делать те поступки, которые должны принести дивиденд всему региону, вы это очень быстро почувствуете. И вы не поверите губернатору, так и лидеру. Второе, конечно, принципиальность. Это очень важно, потому что принципиальный человек, это тот человек, на которого можно опереться. И который никогда не откажется от своих принципиальных взглядов. А значит, он надежный. И вот настойчивость, это третья черта лидера. В лидера ведь верят. Поэтому он никогда не может отказаться от движения вперед. Настойчиво к нему двигаться и вести за собой других. Говорили о развитии экономики, об инновационных идеях и о предстоящих выборах депутатов ЗСК. Все это ближайшее будущее. Не меньше участников форума интересовало, и что будет с краем и родной страной через 30-40 лет. Молодые активисты заложили капсулу «Послание потомкам». От всей молодежи Кубани мы заложили в нее видеофильм о ветеранах Великой Отечественной войны. Несколько значков молодежных общественных организаций, обращения молодежи. Хотелось бы узнать, а что бы вы лично оставили бы нашим потомкам 2067 года? Друзья, главное не оставить им долги. Давайте думать о тех, кто будет после нас. Намного важнее, чтобы я оставил им после себя не текст, а реальные дела в виде экономически сильной Кубани. Вот та природа, которая есть, она должна как минимум сохраниться. Для них и они тоже видят это великолепие нашего региона, и наши горы, и наши степи. Я за то, чтобы мы каждый после себя оставили реальный жизненный след. Общение губернатора и участников регион-93 продолжалось больше полутора часов. Отпускать Вениамина Кондратьева активисты не хотели. Ведь не каждый день есть возможность задать свой вопрос первому лицу края. После официального завершения встречи, по традиции, автограф и фото на память. Уже перед отъездом Вениамин Кондратьев заглянул в каждый отряд, чтобы лично пожелать удачи молодым активистам. Елена Касабова, Мария Крошная, Денис Перед, Денис Москаленко, Кубань-24, Северский район. Жара в Сочи не спадает. До конца этой недели гидрометцентр не прогнозирует осадков, а значит, сохраняется пожароопасность. С этой темы сегодня началось планерное совещание главы города. Какие еще вопросы обсуждались в ходе заседания, расскажет Татьяна Говоркова. Не допустить возникновения пожаров. Сейчас это главная задача для Сочи. Нацпарку рекомендовано ограничить посещение туристами их территории и вести круглосуточный мониторинг лесного массива. Также во всех районах курорта должен производиться обильный полив деревьев, кустарников и полисадников. Чтобы не пришлось тушить огонь, его лучше не допускать. Поэтому глава города поручил создать специальную мониторинговую группу с участием глав районов и службы спасения. В работу включится и недавно назначенный на должность руководителя управления гражданской обороны Александр Агафонов. Принять все меры к тому, чтобы не было пожаров – это задача задач. Естественно, что есть мое постановление, которое ввело режим особой пожароопасности. Кроме этого, этим же моим постановлением дана команда о создании дружин. И дружин не только, которые примут меры по тушению, нераспространению огня, но и эта дружина должна мониторить круглые сутки. Еще одна группа по поручению Анатолия Пахомова создана для контроля за мусором. Его в связи с большим количеством гостей увеличилось по сравнению с июнем в четыре раза. Но, несмотря на это, как отмечают эксперты, остается город чистым. Контейнерные площадки пустые. Все сложности по вывозу мусора из города позади. С сегодняшнего дня заработал полигон в Белореченске. Это позволит в ближайшее время ликвидировать все временные площадки для сбора мусора. Кроме того, наш курорт благодаря активной работе депутата Госдумы Константина Затулина включен в проект «Чистая страна». В его рамках в России построят шесть современных мусороперерабатывающих заводов. Четыре в Московской области, по одному в республике Татарстан и Сочи. Реализация экологически безвредной мусоросортировочной станции – вопрос времени, а также территории. Решено задействовать и участок мусоросортировочного завода рядом с ТЭЦ. Компания ТСМ сейчас находится в стадии банкротства. Нам во что бы то ни стало, надо сдать в эксплуатацию мусоросортировочную станцию в Лазаревке. Это понятно. Во что бы то ни стало. Она нам нужна, чтобы нормализовать систему в работе с мусором. Это первая задача. И вторая задача – это в аренду взять, вот вывезем с ТЭЦН и у арбитражного управляющего взять в аренду. И тоже она у нас будет мусоросортировочная станция. На планерке также обсудили бюджетную часть города. Все расходные обязательства выполнены, и городская казна активно пополняется, перекрывая при этом налоговые недочеты. И чтобы впредь экономическая составляющая города была положительной, в работу активно должны включиться налоговики, особенно в части продажи патентов к малым средствам размещения. Татьяна Говоркова, Димит Даниловский, телекомпания ФКТ. Обеспечивание безопасности на избирательных участках. В день выборов депутатов законодательного собрания края обсудили сегодня на совещании под председательством главы города. 222 избирательных участка откроются в единый день голосования 10 сентября на территории Сочи. Об их готовности на предмет безопасности и противопожарной защиты докладывали сегодня главе города. Уже завершены обследования избирательных участков районными и межведомственными группами, в число которых вошли представители администрации, полиции и госпожнадзора. Недостатки есть. Это отсутствие на ряде участков системы видеофиксации досмотровых рамок пожарного оборудования. Основная задача органов местного самоуправления и правоохранительных органов – это обеспечить максимальную безопасность и правопорядок в день голосования. Для проведения необходимой организационной работы имеются все необходимые нормативно-правовые акты. Пока у нас еще есть время, небольшое, но есть, чтобы мы немедленно приняли меры к тому, чтобы все недостатки были ликвидированы. До 25 августа потребовал мэр все участки должны быть приведены к установленным требованиям. Необходимо заключить и договоры на обеспечение охраны. 1 сентября – контрольная проверка. Безопасные выборы в законодательное собрание Краснодарского края будут обеспечивать сотрудники органов внутренних дел, где это будет необходимо задействуют казаков, представителей Росгвардии, добровольных народных дружин и ЧОПов. Наказы жителей Сочи активно притворяются в жизнь. Так называемые «малые дела», то есть просьбы, с которыми горожане обращаются в районные администрации, находятся на контроле у руководства курорта. Ремонт канализации, ямочный ремонт дорог, кронирование деревьев или починка того же забора – список выполненных наказов внушительный. Только в Центральном районе решено более 200 вопросов волнующих сочинцев. Сегодня реализуется еще один. В микрорайоне КСМ строят спортивно-гимнастический комплекс. Продолжит Инга Габешия. КСМ – один из самых густонаселенных на курорте. Одним словом, детей во дворах микрорайона мало не бывает. В детских площадках дефицита нет, отмечают местные жители. А вот подростки пока остаются не у дел. Но сидеть на лавочках ребята будут недолго. Уже через месяц на этом пустыре достроят площадку для воркаута. Разыгран муниципальный контракт в связи с наказом избирателей. Это наши жители микрорайона КСМ. Они обратились в депутатский корпус, в администрацию, с просьбой организовать здесь спортивную площадку. Место выбрано не случайно, так как здесь находится школа, садик. Здесь будет резиновое покрытие нанесено, лицензировано оборудование стоять, которое имеет все сертификаты, все ГОСТы. То есть все соблюдено с точки зрения безопасности. Слух о строительстве спортивно-гимнастического комплекса разошелся быстро. С утра сюда уже приходят ребята, а будущие воркаутеры интересуются происходящим и строят планы на проведение своего досуга. Я даже не ожидала. Сначала думала, это будет детская площадка. Оказывается, тут для спорта, для развития детей. То, что здесь построят, разные турники, брусья, они помогут развиться физически очень сильно. И даже не надо ходить в тренажерный зал, достаточно этого. Для современного мира надо как-то привлечь подростков. Мне кажется, самое то, что надо. Свою лепту в общее дело обещают внести и общественники КСМ. Мы благодарны администрации, ТОСу и всему городу, что нам такой подарок сделали. Мы постараемся следить за ними, за этими приборами. Главное, чтобы был порядок, чистота и чтобы были дети, чтобы они занимались. За чистоту порядок взрослые должны отвечать. Программа «Максимум» до октября построит на курорте 86 площадок для воркаута. На реализацию проекта город выделяет 20 миллионов рублей. А вот жители общежития под номером 8, что на Тимирязево, обратились в районную администрацию с просьбой установить камеры видеонаблюдения. Выполнить решение антитеррористической комиссии им оказалось не под силу. Здесь были использованы внебюджетные средства и, соответственно, силами о профбезопасности все работы были выполнены по тому желанию, которое выразила Домком. Выслушиваем все пожелания жителей города Сочи и в том числе центрального района. Сегодня уже можно точно сказать о 251 малом деле, которые только лично на территории центрального района выполнены. На общежитии установили 4 видеокамеры. Одну внутреннюю, то есть в подъезде, и три по периметру здания. Сход граждан когда был, Анатолий Николаевич говорил, что всем надо устанавливать домофоны, первый, второй этаж делать решетки, камеры устанавливать, чтобы люди спокойно спали своими силами. Мы что могли сделать, мы домофон установили, косметический ремонт сделали и обратились в администрацию, чтобы помогли нам насчет камеры и помогли нам. Работу по выполнению наказов сочинцев курирует первый заместитель главы города Мугдин Чермит. Реализации малых дел районной администрации отчитываются еженедельно. Инга Габешия, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ. Поторопился перестроиться и потерял гораздо больше времени. Сегодня утром на Донской столкнулись 12-я модель ВАЗа и Газель. Легковой автомобиль, как сообщают очевидцы, двигался с превышением скорости, вследствие чего во время перестроения водитель не справился с управлением. 12-я ушла в занос и врезалась в припаркованную Газель. Информации о пострадавших нет. 7 августа на 80-м году ушел из жизни заслуженный работник культуры Кубани, в прошлом директор училища искусств Дмитрий Митрофанович Панченко. Больше полувека он отдал сфере культуры. Из них 30 лет он проработал в Сочи. По специальности руководитель отделения народных инструментов в Сочи Дмитрий Митрофанович Панченко начинал с директора Лазаревского дома культуры. Долгое время был начальником городского управления культуры, директором Сочинского училища искусств. При нем заработали и концертный зал фестивальный, училище искусств, зал органной и камерной музыки, открылся дом музея Барсовой. Известные всероссийские фестивали и конкурсы, эстрадные песни, в том числе «Красная гвоздика», стартовали в Сочи именно при Панченко. Когда было завершено строительство городского музучилища, Дмитрий Митрофанович становится его директором. Он продолжает путь творца, добивается увеличения образовательных возможностей. В учебном заведении появились отделения живописи, театральная и хореографическая. Поэтому в 1986-м музыкальное училище преобразовано в училище искусств, которому Дмитрий Митрофанович посвятил 20 лет. В списке его наград – звание заслуженного работника культуры РСФСР, отличника культуры, медали «Ветеран культуры России» за развитие культуры Кубани, за развитие культуры города Сочи. Достойный человек, которым город гордится и будет помнить. Прощание с Дмитрием Митрофановичем Панченко состоится в мавзолее над Игамыской 10 августа с 10 до 12 часов. И продолжаем выпуск. Грузчик, швырявший багаж в международном аэропорту Сочи, понес наказание. Об этом порталу лента.ру сообщили в Базл Аэро. В интернете появилось видео, на котором грузчик сочинского аэропорта швыряет чемоданы в отсек, не заботясь об их сохранности. Воздушное судно принадлежит авиакомпании «Ред Винкс». Это рейс 126, направлявшийся в Москву. Ролик вызвал массовое возмущение. Как стало известно сегодня, грузчик понес наказание. Правда, какое именно – неизвестно. В компании уточнили, что инцидент произошел в конце июля. Когда компания узнала о нем, было организовано служебное расследование. Аэропорт принес извинения пассажирам. И продолжаем. Адлерская школа номер 26 стала победителем всероссийского конкурса фестиваля «Самбо в школу». Об участии в нем заявили более 400 школ. В рамках этого события там состоялось торжественное открытие зала борьбы. Все подробности в нашем сюжете. Спортивно-образовательный проект «Спорткоманда «Самбо в школу» прошел этой весной. В нем приняло участие 400 школ из всех регионов. По итогам конкурса абсолютным победителем стала команда «Школы 26». «Самбо» здесь занимаются 70 ребят. Сегодня это воспитание характера, сегодня это утверждение самого себя. Ну и, конечно, мы очень благодарны сегодня федерации «Самбо в городе Сочи», которая победителем проекта построила такой замечательный спортивный зал, который, конечно же, будет всячески способствовать тому, чтобы в микрорайоне «Голубые дали» каждый молодой человек, каждая девушка имела возможность заниматься спортом, заниматься самбо. «Самбо» – один из самых динамично развивающихся видов спорта в Сочи. Сегодня в городе им занимаются более 1600 человек. Работают две специализированные спортшколы и четыре секции по одной команде в каждом районе. Сочинские спортсмены успешно выступают на краевых, всероссийских и международных соревнованиях. Одни из самых именитых – Арсен Хаджан, чемпион мира, и Карлен Полян, трехкратный победитель Кубка Европы и чемпион Европы по самбо. В рамках проекта «Самбо в школу» планируется приобщить еще больше подростков к этому виду спорта, как на занятиях физкультуры, так и во время факультативов. Проект сегодня зазвучал и в городе Сочи, там, где прошли Олимпийские игры, и там, где пройдет в ноябре месяце чемпионат мира по самбо. Я думаю, что вы в нем активно примете участие и как зрители, и как болельщики. Открытие зала решили провести не только торжественно, но и весело с приглашением сочинца, участника проекта «Голос» Ника Немана. Сегодня здесь звучали песни, а уже завтра в специализированном помещении абсолютно бесплатно могут заниматься все ребята микрорайона. Здесь работает несколько тренеров по самбо. На территории школы можно учить детей единственному национальному виду спорта, который пропагандирует здоровье, успех, сопереживание и сотрудничество. А у тех ребят, кто занимается самбо второй или третий год, конечно, желание одно – достичь высот Александра Карелина и Федора Емельяненко. Желание работать и достичь того же, чего эти люди. Я хочу стать олимпийской чемпионкой, для этого нужно тренироваться, еще раз тренироваться. Проект спорткоманды «Самбо в школу» реализуется Всероссийской Федерацией самбо, Министерством образования и Министерством спорта России. И во многом благодаря муниципальной программе по развитию спорта в городе в конкурсе отличилась не одна сочинская школа. Второе место заняли ученики шестой гимназии. Елена Овсец, Алексей Давыдов, телекомпания «ФКТ». Сегодня вечером в Сочи стартует международный турнир по профессиональному боевому самбо платформа С-70. Престижный турнир курорт принимают уже в восьмой раз. Зрители ждут 10 захватывающих поединков между сборной России и сборной мира. Ну а главным боем вечера станет встреча знаменитого российского бойца Вячеслава Василевского и опытнейшего бразильца Луиса Серджио Мелла Джуниора. Об ожиданиях соперников в нашем следующем материале. Перед тем, как выйти на ринг, турнира платформа С-70 – традиционная церемония взвешивания. Здесь не только официально фиксируют вес спортсменов, они встречаются со своими соперниками лицом к лицу. Главным боем вечера станет поединок между россиянином Вячеславом Василевским и бразильцем Луисом Серджио Мелла Джуниором. Вячеслав – ветеран платформы. Это будет его пятый сочинский турнир в карьере. Во всех предыдущих он выигрывал и, естественно, планирует повторить успех. Бой, я думаю, будет интересный, самое главное, захватывающий, конкурентный, потому что ни я, ни мой оппонент не собираемся уступать. И я думаю, что он тоже приехал сюда не проигрывать. Поэтому должно быть интересно. Интересного боя ждет и, как его называют, мастер удушения бразилец Луис Серджио Мелла Джуниор. На бой он настроен весьма решительно. Вячеслав – очень хороший и опытный боец. Он идет вперед и не избегает боя. Я буду действовать точно так же. Вообще, для меня честь выступать в главном бою турнира. Я понимаю, что это праздник для моего соперника, но я ему этот праздник испорчу и выиграю бой нокаутом. В целом же любители единоборств ждет 10 поединков. На ринг выйдут бойцы из России, Польши, Бразилии, США и Франции. Кстати, каждый новый турнир платформа С-70 посвящает знаковым для российской государственности событиям и темам. Этот не исключение. Самбо на службе России – это главный лейтмотив, который мы показываем в год 80-летия самбо. 8 августа, 8 турнир, 80 лет самбо. Это для нас очень символично. По традиции, за поединками турнира платформа С-70 будут наблюдать почетные гости, первые лица страны, звезды шоу-бизнеса и спорта. Кто именно, пока организаторы не разглашают. Рината Шипурина, Ольга Десятого, Демитр Даниловский, телекомпания ФКТ. Олимпийская сборная России обыграла хоккеистов Канады на турнире в Сочи. Встречу посетили 11,5 тысяч зрителей. Но запомнился матч еще и дракой хоккеистов. Инцидент произошел в конце второго периода. Драка началась после того, как один из канадцев толкнул на борт невладеющего шайбе россиянина. После этого началась потасовка с участием нескольких хоккеистов из каждой команды. В целом же матч завершился со счетом 3-2 в пользу сборной России. Заброшенными шайбами отметились Станислав Галиев, Артем Федоров и Роман Любимов. В составе канадцев отличились Максим Нарой и Жильбер Брюле, сообщает агентство AirSport. В среду олимпийская сборная встретится в финале турнира с клубом СКА из Санкт-Петербурга. А канадская сборная в тот же день сыграет за третье место с магнитогорским металлургом. Ну и в завершение информации от наших партнеров. Во всех филиалах стоматологической клиники Валей Денталь весь август проходит акция имплантации и протезирования за один день 17 тысяч рублей. Улица Чайковского, 3. Ну а все новости уже на нашем сайте fkt.com. На этом я с вами прощаюсь. В студии была Ольга Десятого. Всего доброго и до встречи в эфире.